Всем привет, ребята! Ну что, помните, да, наш этот, блин, двухколесную жигу-дрыгу, которая нифига не поехала? Вышли во двор, на задний двор, а у нас там стоит вот такая же замечательная штука. Помните, да, наш этот бездорожник, который чисто теоретически должен был у нас ехать везде. Все открыто, холодно, снег летит, когда гоняли, помните, вообще весь снегу, блин, такая не очень приятная. И вот, короче, мы решили что сделать. А, все-таки выглядит она, ну, очень даже необычно, потому что она узенькая и длинная. Хотя мы уже делали один раз такой автомобиль, но там был Форд. В общем, мы их решили подружить. И на рычажках все как положено, поедем кататься. Я буду прям пристально смотреть в лица водителей и пассажиров проезжающих автомобилей, потому что, я думаю, они будут маленько в шоке. Но это мы скоро увидим. Поэтому давайте-ка их подружим и посмотрим, что нам на это скажут люди. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот, все-таки, ребят, бились, бились, добились. Смотрите, что у нас получилось, вот такой, все-таки это была нормальная такая хорошая идея, все-таки совместить, то есть разобрать тот трактор, который у нас был сделан из Урала, да, и поставить на нее вот такой вот замечательный узенький кузов от Жигулей. Значит, в салоне. Давайте-ка пойдемте, посмотрим. Ну, правда, вообще получилось, что двигатель у нас залез нормально, ну, потому что панель выпилили переднюю практически целиком, управление, помните, да, поворот был тяжеловат, потому что вакуумники стояли, сделали все без вакуумников. Напрямую рычаг сейчас стал длиннее намного и все-таки нажимать стало легче, причем намного легче. Ну, цилиндры здесь, газулька на месте, двигатель прям в салоне, когда он теплый, я очень надеюсь, что будет на улице прям теплом дуть в лицо. Все готово, у нас все замечательно, здесь у нас, видите, есть пассажир штурмана будет, да? Ну, влево два трамплина. А штурман и так рассказывает, нет, кто-нибудь знает? Левый два. Ну, левый два, да, что, почему, лево два трамплина? Левый поворот на два трамплина. Да я понял, в общем, он приварил тут для себя такую ручку замечательную. Это, ага, у тебя держаться или это местное? Это как в гелике, держаться, тут страшно будет. Какие, блин, в общем, поехали, покатаемся. Не знаете, как выбрать себе надежный радар-детектор? Сейчас я вам расскажу. Многие современные радар-детекторы слишком поздно определяют камеры и ловят слишком много помех. А ребята из Silverstone F1 решили эту проблему. Они сделали радар-детектор Sochi Pro, в котором инженеры использовали рупорную антенну, установили усилитель сигнала LNA и фильтр помех антикасс. Получился надежный и качественный радар-детектор со встроенными базами радаров. Он вовремя определит камеру и сэкономит ваши средства. Ссылку на прибор оставлю в описании. Так, ну. Все нормально. Все работает, все хорошо, все замечательно. Поехали. Ну. Разворачивайся. Разворачивается. Нормально там? Так. Отлично. Так что? Поехали. О, блин. Елки-палки, как в настоящем тракторе. Сейчас надо учитывать габариты, что гусеницы у нас пошире. Вот это да! Вот это нифига себе! Нет, на самом деле весело, а! Зеркалов нету нифига! Не приделали зеркалище? Что? О-о-о-о! О-о-о-о! Нифига себе! А если еще здание кого-нибудь посадить, так это будет вообще каруселина сумасшедшая! Да, а тут переносочка у нас лежит прям не к месту. А-а-а! Ну как тебе карусельки? Небольшая поломка у нас. Шайбочки проскочили через транспортерную ленту. Очень странно. А-а-а, их просто нету. Вообще нигде что ли? Где-то есть, где-то нету, понял. Так это почему-то аж подниматься вот так начинает. Видать, потому что сзади вес, когда крутится, его... Ну прям... Ну здесь ты посередине сидишь, да, здесь как-то не так все это дело весело. Когда сзади-то, понятно, там нифига себе по такому... А радиусу, блин, инерции-то намного больше. Ну ладно, сейчас надо все-таки тут маленько подчиниться. И надо съездить куда-нибудь наверх. Что тут чисто на заднем дворе, ну крутиться не очень интересно. Музыка. 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 Вот это нормальненько. Не то что... Ой, друзья. Да, ресторов никаких нету. Ничего такого нету. Ну, нет, нет, вообще прикольно прям. Это не то что когда был мотоцикл. Вообще все по-другому. А-а-а, ей круто! Не, всё-таки по снегу она идёт намного мягче. Здорово, мужик! Садись, прокачу! Ты готов? Ну, поехали! Если будет страшно, кричи! Ну, как ты там? Ну как ты там? Хорошо! Ну что, нормально? Ха-ха-ха! Вот у нас какие, ребята, бесстрашные-то есть, а! Ха-ха-ха-ха! 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 Ну а ты чё смотришь? Садись! Страшно, да? Ха-ха-ха-ха! Чего? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ковш, ну ковш подожди, дойдёт до этого дела! Он уже там стоял! Эй, блин, ничего не открывается! Ну как тебе аттракцион? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, поеду ещё куда-нибудь ешь! Ха-ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот какая-то веселая, реально веселая развеселая штука получилась. Это, блин, какой-то обалденный аттракцион. Да, есть какие-то неудобства, но это в плане того, что нет у нас никаких амортизаторов, то есть, что ее постоянно трясет. Нога, жмешься ей, все классно. Причем, честно вам скажу, такое ощущение, когда на ней появился кузов, то есть, это когда это был уже не мотоцикл, а когда это стало, скажем так, подобие автомобиля, ощущения абсолютно другие. Кажется, что она несется, может, она и несется, фиг его знает, со стороны. И крутиться она стала нормально, потому что у нас все рычаги нормально заработали, правильно, точно так, как они и должны работать. В общем, на самом деле, получился такой забавный веселый аттракцион, особенно если залезть назад, но там вообще ощущения непередаваемы. Поэтому вот такая веселая штука. Сам покатался, посмеялся, народу там насмешил, куча там все там падают, дружат. Сложного нет, так что делайте, не бойтесь. Нормальный такой трактор. В общем, все получилось просто на 107% великолепно. Поэтому, ребята, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все, пока!